Привет, друзья мои! Пику на море после йоги в 8 часов утра! Сегодня одела такой шляпс, поменяла свой комбинезон. Такой он удобный, поэтому я всё время его ношу. Детки идут в школу. А у нас сегодня базар. Пройти с вами по базару или нет? Сейчас маску одену. Кирослика, дар? Двенадцать лир. Разгружают. Двенадцать лир, что это такое? Видите, как разгружают, разгружают. Если я пройду, сейчас здесь прошла. Пахнет клубничкой. Это тазы кеки, из неё пряно сделают. А это бадия. Бамья, бамья. Бамья, не ка дар? Пятнадцать это длиннадцать. Очень вкусно. У меня есть рецепт обеда из бамья. Такая она вкуснятина. Кирослика, да? Кирослика, полнадцать лир. Десять лир. Ну вот, мои хорошие. Коротко прошлась. А там уже не буду показывать. Возвращаюсь на свою аллею. Мне так нравятся шляпы на других женщинах. Но на мне, как они сидят, вообще не нравится. Сколько у меня это перемерила я, но никак не подошла в свою форму. Не знаю. Как вы думаете, мне подходит? Кажется, как будто я какая-то базарная торговка в этой шляпе. В кепках более-менее. Вот так как я себя критикую тоже. Сейчас иду и смотрю, что этим парком наконец-то занялись. Вселенная меня услышала. Собирают мусор, чистят. Слава Богу. Вы спросите, почему я иду всегда одной дорогой? Потому что это самый короткий путь. Десять минут ходьбы. Если вот идти в ту сторону, то, естественно, там увеличивается расстояние намного. А здесь десять минут, и я уже на своем пляже. Вот моя любимая набережная. Пришла! Пришла! Пришла я! Как они рано приходят. Я, в принципе, тоже могла бы. Ну, вожусь. У нас после йоги пол седьмого начинается до семи. Потом идет полчаса болталка. Я на пять минут отключилась там, слушала. Потом мне захотелось так. Кофе с утра так захотелось. Потом я разложила посудомоечную машину. Потом умылась. Потом собиралась. И вот сколько времени? Двадцать минут девятого. Ого-го! Все, Дима и хорошие. Пошла я купаться. Сегодня обалденное море, друзья мои. Сегодня я встретилась со своей знакомой, которые один раз год назад пытались встретиться, и не получилось. Наконец-то она приехала. Она из Казахстана. И мы с ней познакомились поближе. Сейчас вот у меня будет на время отпуска компания веселая. Уже все поуходили. Остались я, да, Надя. И муравей, который хочет меня укусить. Я послушалась вашему совету. И освободила место для голубей. И приносят веточки туда. В общем, я такая послушная. Слушаюсь вас. Сейчас расскажу попозже обо всем. Аж кем пришел с базара. Купил. А как это красиво показывают. Назал Аж кем пахалым и базар? Базар. Так, что принес тут? Некадар был нектарин. Еды бучук. Еды бучук? Семь с половиной. Был кайсер. Секис. Кайсер. Абрикозы восемь. Карсер. Такой показывают. Ух, какой накладывают. Салаталык, огурцы и почем? Три. Керас, черешня? Десять. Хорошая, хорошая. А, это почем? Некадар. Две лиры. Две лиры килограмм. Девочки, покупайте, бежите. Бегите, бегите скорее. Это шесть лир. Алты. Патлиджан почем? Две лиры. О, самое главное. Эй, но нем ли. Баба секис бучук. Секис бучук? Восемь с половиной. Вот сейчас буду распаковывать все. Ой, вкуснятина-то моя любимая. А помидоры почем? Помидоры. Даматес, не кадар? Три лиры. Хорошие, хорошие. Ага. Суан? Суан, и кедра кинуса? Две лиры килограмм. Молодец. Ну, у нас все остальное есть. Складывает на место сразу. Видите, какой молодец. Аферисен. Тешекюри дали. Ой, мои дорогие, о чем бы я хотела с вами поговорить, пока разобрала то, что принес Ашкэм с базара. Потом я сварила кофе, мы выпили кофе. Я объелась фруктов. И сейчас села, вот нарисовалась в рисунок шестой шаманский дождь. И решила с вами поболтать, рассказать, что со мной вчера произошло. Я попала в руки мошенников. Друзья мои, у меня такой день был вчера. Столько эмоций было, столько. Я вчера выиграла 3000 долларов. Вот такая Светлана. Думаю, вроде бы такая я осторожная. Никому никогда не доверяю. И вдруг сама попалась на их удочку. А с чего это началось? Ну, что-то мы вчера тоже кофе, кажется, выпили. И вдруг я пришла в мой кабинет, сюда сижу. Чем-то занимаюсь. И вдруг открыла инстаграм. Пост написала, очевидно. Открыла инстаграм. И там вышла Ксения Бородина. Наверное, вы ее все знаете, правильно же? Ксению Бородину вы знаете все. Известная телеведущая. Вообще я ее обожаю. У нее около 18 миллионов подписчиков. И вдруг ее видео смотрю. Друзья, я в честь нашего юбилея. Переходите по этой ссылке. Вот действительно, говорит, столько призов. Там 30 айфонов. Хотите деньгами, хотите телефонами. Идите вот по этой ссылке под видео внизу. Заходите, регистрируйтесь. И забирайте свои призы. Ну, думаю, Ксению Бородину я очень долго знаю. Наверное, около 12 лет. Как она только попала на Дом-2. Оттуда я наблюдаю за ней. Я даже подписана на нее в инстаграме. И передо мной, значит, когда я зашла по ссылке, там был запасной сайт. Называется он «Конкурс 2021 Нью». Я попала на сайт конкурса. Где происходил розыгрыш. Там, значит, было 9 таких коробок. И я сначала быстренько пролистала вниз. Посмотрела всю информацию, куда я попала. И там написано «Сделайте 3. У вас есть 3 попытки». Посмотрела комментарии. Там написано «Ой, я 50 долларов бакса выиграла. Я там 100 долларов. Там третий пишет 22 тысячи рублей выиграл». Смотрю, но вроде бы и добавляются, добавляются. У меня так, так. Думаю, ну, Боже, помоги мне. Боже, помоги мне. Нажала на первую коробку. Упс, написано. Ничего не получилось. На вторую нажала. Упс, не получилось. И на третью 3 тысячи долларов. Думаю, блин, там по 50, по 100 баллов. 522 тысячи рублей. А я выбрала 3 тысячи долларов. У меня так сердце забилось. Я сижу здесь. И они говорят, ждите нашего оператора. Написали, естественно. Там какая-то девушка вышла сразу. Ее фотографии. И как будто она перепишет, что там не. Ну, чат-бот такой, как я сделала. Вы, если вы согласны на получение приза, нажмите на эту кнопку, которая появится через пару минут. Я жду, пока эта кнопка будет функционировать. Появилась кнопка. Я нажала. И затем, значит, вы согласны? Еще раз спрашиваю. Конечно, согласна. Еще раз нажала. Вдруг появилась введите данные карты. Я сразу подумала. Нет. Теперь надо говорить о Эндеру, потому что без него никак не получится без его помощи. У него есть такая карта, где он нету денег, но когда мы делаем какие-то подозрительные выплаты, по интернету, то мы пользуемся ей. А я без него не имею права, потому что к нему придет на телефон смс, и он должен подтвердить. И тут вдруг я побежала к нему и говорю, Ашка, я выиграла 3000 долларов. Он начал, как всегда, не верит. Говорит, да, выиграла 3000. Я говорю, вот посмотри. И показываю ему, да. Он говорит, как это что? Ой, это Ашка, правда. Я говорю, правда? Это Ксения Бородина, я ее знаю, я ее сколько лет смотрю. Дай мне быстренько твою карту, можно, говорю, увидим. Карта эта у меня находится. Я вела эту карту, все, значит, и сразу же пришло сообщение. Банк отклонил вашу перевод денег, оплатите, пожалуйста, конвертацию, и доллары переведут на вашу валюту. ух, я быстро ему кричу, я ему кричу, ашкаем, давай быстрее, звони в банк, пускай откроют доступ из других стран, потому что у него все закрыто, он же не получал никогда деньги за границей. Друзья мои, это было такое состояние, вы себе не представляете, шок. Мы 24 часа провозились с этими картами и вообще с этим платежем. Он, значит, позвонил, там он сделал, но это все время, я места себе не находила, и я за это время думаю, а ты что эту конвертацию, что там надо, все равно надо ее платить. Это комиссия как будто в банк. И там написано, что в течение 24 часов вам эту вернут, эту сумму, что вы потратили. Представляете, какие продуманные. Следующий этап был таким, когда он все проделал свои операции, открыл счет, доступ на поступление валюты, я нажала на соответствующую кнопку. Хорошо, что я все делала скрины. Я выиграла 225 тысяч рублей. Друзья мои, вы представляете, какая-то сумма. Это вообще, я так обрадовалась этому. Почему? Потому что я никогда не выигрывала, ни в лотерее, ни в какие-нибудь гивах не участвовала. Сколько я помню себя, меня удача обходила стороной. И тут вдруг такая вот словилась манна небесная. Все очень трудно в этой жизни приходит. Мне нужно работать. левых денег у меня никогда. Левые деньги приходили, конечно, когда я работала, но я работала медсестрой, да. А так, в последнее время, мне нужно пахать, тогда я зарабатываю деньги. И вы представляете, мои чувства, просто так на халяву это эти деньги упали мне на голову. Следующий этап был таким, что когда я оплатила через банк, я уже взяла свою карту, потому что не хотела, мужа беспокоит. Думаю, он мне не даст сейчас еще там деньги, 355 рублей заплатить за комиссию. Это 100%. Он и там не поверит. А я же, упертая, быстро прибежала сюда, увела данные к моей карте и оплатила. Кстати, надо посмотреть банку, иж банк забрал или нет у меня деньги. И, друзья мои, что было дальше? Дальше было то, когда это происходило оплата, все зависло. Нажмите, говорит, на этот сайт, этот сайт не нажимается. И потом в итоге эрор, ошибка, красными буквами и все, исчезло. Я быстренько начала возвращаться там и писать, там написано было тот чат, где и выигрыш. Там писали люди, я пенсионерка, неужели здесь выигрывают? Да, я выиграл там 300 тысяч тенге. Один пишет, с Казахстана, Владимир, там ежевые фотографии были. И были также люди, комментарии без фотографий. Я пыталась им, я пишу им, друзья, я выиграла 3000, у меня все пропало, ничего не пришло. Мое сообщение вообще никто не воспринимает, не читает. Они как пишут сами себе и все. После моих двух сообщений еще написали 20, но мое никто не читал, никто не отреагировал. Что делать, как делать? А там они пишут, вот давайте, завтра еще можно. Поддерживали друг друга. Затем я нашла там, где можно техподдержку, написала нам на мейлпочту два письма. Ни ответа, ни приета. Бегаю сюда к компьютеру, смотрю, есть ли что-нибудь или нет. В итоге, когда мы все наладили, и я решила в инстаграме написать в этот чат, где у конкурс, сообщение, и объяснила им свою ситуацию, отправила все скриншоты. Друг мне ответили, пройдите по этой ссылке, да, поздравляю, вы выиграли 3000 долларов, пройдите по этой ссылке. Меня, значит, я перекинули на сайт, где там написано было, ваша выплата задержана, вы получите в течение 30 рабочих дней, вас поставили в очередь. Если вдруг вы хотите вынести моментально, то вы заплатите вот эту комиссию в банке. 2850 рублей, на наши выходило 283 лиры. Но я подумала, бог с ним, я это заплачу. Когда я мужу сказала, вот это правда, начал отчитываться, посмотри, Ашкин, сама трясусь, он тоже в шоке. И говорю, ну посмотри, говорю, если хочешь моментально сейчас, надо это деньги принести. Он говорит, Ашкин, подождем. Ну я не стала прыгать через его голову, хотя у меня было такое желание перевести все деньги. И я себя успокаивала, успокаивала, ему показала, а сама вышла сюда и начала. И думаю, переведу я эти деньги, оплачу я все и моментально хочу. Я не доживу целый месяц. Ой, Светлана, она чудила бы вчера делу. Благо, моя позвонила, мой спонсор по бизнесу, лидер, она из Алании. Я ей рассказала, Женя, у меня так и так. Она говорит, Светка, у меня то же самое было, это мошенник. Я говорю, не может быть, это Ксюша, Бородина, она мне говорит свое, я ей доказываю свое. Она говорит, мошенники, позвони кому-то, нашему лидеру из Москвы, миллионеру, он тебе точно скажет. Говорит, ни в коем случае не делай, говорит. И я то же самое получила, бегала по банкоматам, отправляла им деньги и в итоге потеряла столько денег. И то же самое. Она говорит, вот смотри, я сейчас зайду, пришли мне ссылку. Я отправила ей ссылку, она также два нажала, не выиграла, третий выиграла, три тысячи долларов. Вот смотри, говорит, говорит, это мошенники. И тут я вдруг осознала, думаю, посмотри, там пишут 50 баксов, 100 баксов. Вот таких, как ты, говорит, найдут миллион и сколько они денег, говорит, заработают. Много рассказывать не буду, потому что это затянется на полчаса. Расскажу вам то, что чем закончилась эта история. Друзья мои, я позвонила своему Марку Марцинковскому, моему лидеру, думаю, он там в Москве знает, как что, отправила ему скриншоты, он мне пишет это лохотрон, ни в коем случае не отправляй. Я говорю, нет, не верю. Он говорит, подожди, я сейчас на зуме, говорит, занят на собрании. Я говорю, тебе похоже, говорит, позвоню. Я тут вдруг не могла успокоиться никак. Вы понимаете, я не могла успокоиться, насколько я азартная и рискованная. Вот почему я такая вот, оказалась здесь в Турции, насколько я рискованная и азартная. Вот почему я в бизнесе моем, потому что надо рисковать. Но не всегда. Но в итоге я, значит, написала одной моей знакомой, которую я прохожу сейчас нейрографику, вообще обучаюсь сейчас, третий уже марафон прохожу. Она фея-волшебница, у нее 2 миллиона подписчиков. Я думаю, так как я следую ее инструкциям сейчас по техникам денег, то я спрошу у нее совета. Тем более, она крутится, знает там шоу-бизнесы, знакома со звездами и она будет в курсе всех событий. Я ей написала, я говорю, пожалуйста, помогите мне, ответьте мне. я сделала сегодня технику и вдруг вот такой вот. Я ей все рассказала, отправилась к решету. Она сказала, Светлана, это лохотрон. Я когда написала вот в этот чат, вот этот конкурс и спросила, почему вы, если это выигрыш, почему я должна платить комиссию? Это говорит, комиссия, говорит, требует назван. А я говорю, столько мошенников, как можно доверять? Вот все меня отговаривают. Она говорит, мы не мошенники, мы государственные. Говорит, сайт у нас официальный, и Ксения Акимовна проверяет каждый перевод. Вы представляете? Я это все скриншот отправила вот Анастасии, и она сказала, это говорит, неправду говорит, банки не требуют никакой оплаты комиссии. Если вот, я вот хочу для вас это тоже, почему я говорю и рассказываю вам эту длинную историю, чтобы вы никогда не проверяли, что, если вы выиграли в лотерею, то никто с вас не потребует оплату за комиссию. Вы понимаете? Никогда не попадайтесь на эту уточку. И вот благодаря Насте я открыла глаза, я успокоилась, думаю, хорошо, что я сохранила эти 300 лир. А то, что я потратила 35, значит, это на какую-то благотворительность. Никогда не жалеть, надо, значит, так нужно было, угодно Богу было, и все. А эти 300 лир я отправлю в своей семье. Вот так вот я подумала, и я успокоилась, 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 и начала рисовать, и в итоге, ой, успокоилась, я вас очень прошу, будьте осторожны. Это маленькие деньги, но почему нас должны обманывать? Да, и такое происходит. Хотя я всегда всех, кто мне, мои знакомые, присылают, говорят, светом и выиграли. Нет, 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 а сама я попалась. Вот и все. Вот такая вот история мне ужасная. Что-то у меня компьютер сейчас не разрядился и не включается. Вот это страшно. Чем же я буду вас видео загружать? Придется большой включать, но он большой, такой тормоз, не люблю я его. Так что, вот такие вот дела, друзья мои. Сегодня на ужин я ничего не буду готовить, отварю картофель, а я хочу, арбуз, больше ничего. Вы мне все пишите, что я сильно похудела, но я не худею, сейчас я кушаю, просто часто не хочется столько кушать, хочется фруктов. И кушаю я, и макароны, так, тут хлеб не кушаю, да. Котлетки вчера ела, вы сами видели. Ну, так много не хочется кушать. Да, вижу я, что тут морщинки. Ну, а что делать, скажите, девочки, мальчики, загорела я так же. Я сегодня вам рассказывала, что я познакомилась с Надей поближе, хотя знаю ее больше года уже, она живет в районе моей заловки, узле, и мы с ней встретились, и так заговорились, что я забыла ее снять, но она меня пригласила в гости, и мы с ней будем встречаться каждое утро, и я ее познакомлю тоже с вами, хотя она очень стеснительная, почти моя ровесница, но мы так мило с ней поговорили, поболтали о том о всем, и вот, кто хочет со мной встретиться, всегда найдет меня, да. Так что и на море можем встретиться, она была очень довольна пляжем, и морем, два раза ходила, а я уже не заходила. Кстати, я пришла сегодня на балкон, когда вернулась в море, думаю, все, открою дорогу этим голубям, и вообще какие-то чудесные, последнее время со мной происходят такие чудеса. На пляже я нашла ключи от дома, вот душ приняла, смотрю, что-то блестит в песке, ключи кто-то потерял, видно, и я, там какой-то дедушка был пожилой, пожилой мужчина, я сказала, кто-то потерял, и он повесил там на кран от душа, пускай люди возьмут. Потом по дороге я подумала, что раз вы мне говорите, что голубиное гнездо нельзя разрушать. В принципе, гнезда не было еще, они только собирают веточки. То я открыла им полку, думаю, пожалуйста. Но, когда вернулась домой, мой муж мне сказал, что они его разбудили, они так громко воркуют с 6 утра, я же проснулась сегодня от них, это невозможно просто, там невозможно их, они вдвоем там сидели на этой полке, таскали эти ветки. Но я утром увидела и ушла. Но я говорю, Ингер, давай не будем их трогать, раз они прилетели, нашли, значит, это к лучшему. Когда кто-то прилетает, это всегда к лучшему. Как и госик мой прилетел, так же у меня был вообще супер-супер период. И вот, мои дорогие, мой муж говорит, я все выделки опять выбросила. Он сказал, что они, говорит, разбудили меня, я не могу, говорит, спать. Корзину с прищепками он положил туда. Я выхожу, они сидят в этой корзине такие довольные. Но мне нужно было белье вешать, естественно, я забрала, смотрю, там опять веточки. Сейчас я, кстати, пойду посмотрю, что там происходит, потому что они, им нравится наш балкон, как бы мы их не прогоняли, им нравится. Кто-то мне сказал, что это будет все время, как от тебя будет, зачем это нужно, ну не знаю. Посмотрим, говорите, говорят, сейчас пойдем вместе с вами, посмотрим. А то я тут заболталась, здесь. Ашкем пошел за хлебом и принес еще такую капусту. Говорит, ты же, говорит, у меня хлеб не кушаешь. Говорит, хоть это покушай. Какой он у меня заботливый и купил зелень и купил дыню. Вот такие листы для бурека. Не знаете вы, да? Отщепну чуть-чуть, чуть-чуть хлебушек. Так, пойдем сейчас с вами посмотрим на голубей. Нет. Видите, они вот такие ветки собирают. вот сюда садятся, вот сюда. Опять надо поливать. У нас так весело здесь. Музыка целый день где-то играет. вот как у нас здесь весело. Два раза приезжала забита. Забита это вот охрана по порядку. Кукурузу продает. Столько всего некогда не кушать. Там чеснок, я подумала, грибы. Что-то мне ухо левое дергает иногда, не дай бог заболит. я ныряю уже. Музыка к тебе музыка весело. Такие сладкие абрикосы. Сладкие, сладкие, вообще все сладкое. Правда, я нектарин не кушала, но черешня такая сладенькая. Ну, так вот у нас весело по понедельникам. А завтра будут они продавать еще. Кто-то мне спросил у вас на одной руке намазан. Смотрите, на одной я светлый, на другой темный. Как у Кати Гуру. Я с утра очень довольна то, что я хожу. Для себя время нахожу. Йога, купание, загорание, чтение. И у меня уже сил нету вечером никуда ходить и желания. Завтра мы идем анализы сдавать. Яшка идет на прививку. Я так не хочу, чтобы он делал. Мне столько людей отговаривает, но он мне не хочет слушать. Позже помоги ему. А завтра, естественно, я не пойду никуда на море. я забыл ему сказать, чтобы он мне кабак купил. Сейчас пойду скажу, но он точно не пойдет. оттуда.